Итак, друзья, всем привет! Начинаем критику фотографий и сразу к делу. Первая фотография. Сразу хочется сказать, что здесь мне больше всего нравится зеленый цвет, как получилась зелень. Особенно верхний правый угол, ощущение реально какой-то картинное и очень классное. Что мне здесь больше всего не нравится, это красный цвет рябины или вот это ягоды. То есть он, ну, вся фотография, скажем так, приглушенная и, как правильно написали, более такая пленочный цвет. Но вот этот красный, он, по-моему, очень сильно выбивается и как-то очень там все не очень с ним. Но в целом мне нравится и еще есть ощущение, что кожа немножечко, совсем слегка, что ли, розовит или как-то чуть-чуть бы более в сторону желтого бы кожу и было бы классно. Ну и по выражению лица тут на любителя непонятно, то ли ей больно, то ли ей приятно, то ли она щурится. Но, опять же, больше всего мне здесь понравился зеленый цвет, он прям клево получился. То есть и светотенин и вообще вот эта вся зелень, она очень дорого выглядит. Немножечко обрезанная рука как-то непонятно. И ощущение, что снимали как будто то ли на широкий угол или, в общем, как-то рука довольно крупно выглядит. Или из-за того, что так обрезалось, ощущение, что тут рука прям довольно большая. Еще когда только загружались фотки, очень понравилась фотография. Да, есть тема, что довольно темно, но если, допустим, это не свадебная фотосессия, а именно конкретно человек пришел с каким-то таким заказом, что не хочет веселых, позитивных, цветастых фотографий, а вот какая-то такая атмосфера, тем более одета у нас во все темное, то, по-моему, очень круто. И если бы это была какая-то свадебная тема или просто жизнерадостная, то я бы сказал, что руки положены как-то странно, особенно вот про левая рука. Но именно для такой, для, скажем, трагичной что ли штуки, мне кажется, очень в тему. Есть ощущение, здесь бы единственное, может быть, даже еще тут как будто намек на улыбку, а вот при таком цвете и при такой позе рук, желание, чтобы на лице было какое-то более такое трагичное выражение лица, и вообще бы все сошлось. Но мне нравится, прям кайфово. Ну и здесь, да, как всегда, то есть отражения, которые грамотно сделаны, если это отражение или мультиэкспозиция, я так и не нашел, но в любом случае это очень кайфово. И тем и тем способом, даже если это мультиэкспозиция сделана, очень классно. Тут что сказать, и цвет, и все в тему, и вообще кайфово. Может быть, что у девочки второй руки как-то непонятно, куда она делась. То есть, да, вижу, что она букет, видимо, держит, цветы держит. Но здесь придраться не к чему, очень классно. Вот по этой фотографии, да, было много дебатов, и, ребят, тут все зависит от того, какие задачи по этой фотографии. Если вы отправляете эту фотографию на конкурс фотографов, где будут оценивать фотографы, да, здесь всякие тайные смыслы, зачем бить ногой в голову и прочее, и не пойми, что там всякого могут наговорить. Но если эта фотография сделана для ребят, и ребята сами по себе жизнерадостные и активные, то по-любому им это все зайдет. Потому что могу сказать, допустим, на примерах своей свадьбы жутко неинтересно смотреть наши фотографии, где мы там мило позируем. И вот, да, если вот убрать этого чувака, все, ну, фотка красивая, бесспорная, и цвет, и все сделано классно. Но, опять же, здесь она вывозит за цвет. Если бы такого крутого цвета не было бы, то, допустим, на нашей свадьбе мы просто тупо пролистываем все эти фотографии побыстрее, когда фотокнигу смотрим, где мы там носиками, лобиками и прочее. А все те моменты, где у нас друзья залезли и якобы испортили кадр, они все, наоборот, рассматриваются. Потому что это наши друзья, это какое-то веселье, такая-то атмосфера, и смотреть их намного веселее. И если бы, допустим, Виктор снимал бы мою, допустим, это там в лавсторе, это на море, я бы вот именно эти фотки. Если бы это мой друг там на заднем фоне что-то делал бы, мне бы именно их было интереснее смотреть, чем такие идеальные, показушные, ненастоящие фотографии. Поэтому, мне кажется, тут надо чисто от пары исходить. Кто женат, я думаю, тот на себе знает, что единицам из тех, кто женился, интересно смотреть свои идеальные позирующие фотографии. Больше всего мы смотрим фотографии, где друзья влезли, где, в принципе, друзья, родня. И больше внимания мы чаще всего задерживаемся на тех моментах, когда, допустим, после того же ЗАГСа, когда мы все выходим и все с друзьями, как попало, там фотографируемся. Но при этом фотографии одни из самых некрасивых чаще всего, особенно если это обычный ЗАГС, обычная территория возле ЗАГСа. Но смотрим мы их на практике чаще всего, потому что там близкие люди, которые приехали только сюда, их, может быть, на банкете не было и прочее. И фотографии, где друзья типа испортили. Я думаю, это если ребята сами в теме, то если ребята сами жизнерадостные, то им эта фотка 100% понравилась. Но здесь охренительный цвет. И тоже я заметил, когда одно из первых это добавляли. Прям круто. То есть, и опять же, для этой темы, и для таких вот загоревших ребят, и для темы моря, это прямо офигенно. И даже вот это вот размытие типа тилтшифт или на самом деле тилтшифт, тут все в тему. Мне очень нравится. Здесь уже на любителя. Если прошлая фотография, цвет был прям обалденный, прям идеально подходил, здесь уже нужно понимать свой стиль. Либо, если снимаешь всегда в таком стиле, что минимум цветов, они такие приглушенные, вот в таких коричневых, скажем, тонах, и есть клиент на это, то это круто, если самому это нравится. Раньше, наверное, мне это нравилось больше, и сейчас я больше цветастые фотки люблю, но если в этом варианте тут прям офигительно, я бы сам себе в портфолио такое добавил, то здесь уже, скажем так, более узконаправленные. Я почти уверен, что будет довольно много невест, которые будут листать подобные фотографии и думать, что это как-то мрачно. Но, с другой стороны, невесты, которым нравится такая цветокоррекция, я думаю, не так много у тебя конкурентов, и это тоже в тему будет. Вот, ну, модель та же здесь, мне на самом деле даже как-то больше нравится. Я бы сделал чуть темнее, и вторую руку бы сделал, чтобы я тоже видно было бы. И, наверное, еще глаз, который ближе к двери, он как-то в тень ушел, то есть там вообще не видно ощущение, что там кусочек темноты. Но, в принципе, приятно по и кадрированию, и дверь в тему, и окно там сзади, и вторую пручку, и чуть темнее бы сделать, чтобы кожа такой белой-белой не казалась. И мне кажется, было бы хорошо. Ну, и, да, вот правильно пишет, рука на переднем плане. Опять, может, я, конечно, к ней придираюсь, ощущение, что как-то, ну, крупней, чем она на самом деле. То есть как-то и слишком она уж светлая получилась. То есть акценты на нее и на лицо, и непонятно, на что первое вообще внимание обращается, на руку или на лицо. Ну, и часы еще здесь тоже как бы не совсем под ее образ, по-моему. Ну, тут как-то все просто. То есть первые пробы со вспышкой. Ну, да, типа, не знаю, не знаю, что клубной круг фотки сказать, но не самые крутые клубные фотографии. Довольно обычно. Опять же, в клубе там нет возможности особо повлиять на ситуацию, насколько я знаю. И, может, и есть. Как бы я в клубах снимал лет 10 назад и несколько раз, и особо тут вряд ли что сказать не могу. Фотография в целом очень статная. Мне нравится, и особенно нравится, как круто, что белое платье стало белым. И цвет, в принципе, весь дорогой. Если бы немножко другое выражение лица, то было бы кайфово. То есть ощущение, что, ну, прям... Либо если, опять же, тут надо исходить из модели, из невесты, если девочка сама по себе такая, и есть реально невесты, которым они прям сразу говорят, что нам не надо там хихихать, нам не надо там какого-то веселья там, ну, и всякими способами дают понять, что им нужны вот такие вот спокойные фотографии. Она сама по себе такая, ей это нравится. Ее на самом деле в этот момент может вообще все устраивать. А нам кажется, что лицо такое. Но если нет, то лично для себя бы я бы в портфолио не стал добавлять, потому что другие невесты могут, как мне кажется, создаться впечатление, что, блин, что-то какая-то она напряженная модель, может, с ним было тяжело работать, может, он как-то... Но это, опять же, это не будет такая линия мысли, что они так анализируют, а это будет ощущение, что просто у этого человека какая-то замороченная модель, и я бы не хотел себе на свадьбе иметь, допустим, вот такие вот замороченные фотографии, замороченные лица. Ну, я думаю, идея понятна. При любом раскладе, смотря фотографии, невесты проецируют это на себя. И то, что здесь крутой цвет, это будет больше внимания фотографы обращать, а то, что здесь какое-то вот такое выражение лица, это уже невесты оценят и решат, надо или не надо на своих фотках, на своих фотографиях такое выражение лица. Я в этом абсолютно уверен, что очень много именно так будут расценивать из девчонок. Но здесь писали про ноги, и отчасти, если говорить как фотограф, да, можно придраться к ногам, можно придраться к платьюшку, что оно осенит немножечко, и как фотограф, да, это есть смысл убрать, либо, по сути, здесь вообще бы всю насыщенность чуть прибрать, тогда айфон будет не такой насыщенный, и то, что рубашка и платье синит, оно бы, ну, не так критично было. Но все равно бы синеву, я бы еще прибрал. А если говорить как фотограф для молодожен, то я думаю, они тут абсолютно довольны. И если после этой фотографии идет фотография, где они там во весь рост без обрезанных ног, но покрупнее чуть, и потом идет фотка, где они крупный план уже лица, то я сомневаюсь, что кто-то из ребят будет недоволен, что вот здесь вот обрезаны ноги. То есть как одна единственная фотография, если вы не сделали больше ни одной фотографии рамочно-аватарочной, то да, это косяк, ребята будут недовольны. Особенно там бабушки или кто-нибудь, если кто-то в прошлом фотограф был. А если это одна из серий, то в принципе кайфово. Я бы просто чуть-чуть бы прибрал насыщенность, потому что немножечко, опять же, сейчас дольше смотришь, уже глаза привыкают, и кажется, что в принципе цвет и нормальный, не надо насыщенность заднего фона убирать. Но тогда хотя бы платьишко синее и рубашку синюю прибрать синий, чтобы они остались белыми. Нравится, как девочка получилась. Есть ощущение, что ей прям и хорошо, и комфортно, и как будто она так игриво взглянула. Нет ощущения, что ее там вымочили, позировали. В принципе, зеленый фон неплохой. Единственное, что травка, я бы зелень, если это Lightroom, то зеленый бы немножечко в сторону синего увел бы, чуть-чуть похолоднее бы сделал. Не для того, чтобы она стала синим, а для того, чтобы желтизна из зеленого ушла. Сейчас чуть-чуть он так, где-то посерединке, может немножко в сторону желтого, как мне кажется. Парень кажется немножко таким, как будто его тут подзадолбало. Опять же, если выбора нет, ей надо выкладывать. Если есть выбор, я бы выкладывал более жизнерадостные фотографии, ну или более, скажем так, менее уставших ребят. То есть, девочка здесь классная, а по парню видно, не видно, а может создастся впечатление, что что-то его тут не сильно нравится. Ну и, если докопаться, то я бы девочке вторую руку бы еще бы хотел видеть, чтобы все-таки две ручки было. Это по-хорошему иметь просто как привычку. Здесь это, в принципе, нормально выглядит, но лучше всегда просто в голове держать всегда, если в кадре одна рука, то вторую руку, потому что довольно часто попадается ситуация, когда без второй руки человек прям очень инвалидом выглядит. Во время съемки не заметили и или там при обработке сильно были заняты, не обратили внимания, только на цвет смотрели и потом это все отдали. И кто-нибудь там из гостей скажет, вот тут как инвалид и понеслась, поехала. Ну и здесь то же самое. Мне не нравится зелень именно потому, что она желтит и я бы в этой ситуации бы зелень бы сделал более холодной и тогда бы как раз вот это желтое поле, оно бы очень круто бы само перемешалось, потому что эти крупицы зеленого были бы более холодные, а поле более теплое. И у нас будет задний фон из деревьев и деревьев по краям был бы более холодным, а ребят можно было бы сделать более теплым. Было бы лучше. Ну и мне кажется немножко посветлее бы все сделать, потому что из-за того, что чуть темней, то немножко грязно выглядит и небо и сами ребята лица такие темновато получились. Но тут сложно сказать, по идее сама поза в принципе все неплохо и есть еще что там девочка замерзла, немножко наверное мне кажется шапка не в тему с одеждой. Вообще темные вещи, когда у нас фотосессия, вот не как-то фотография, где там кому-то не понравилось, как руки сложены, там черная одежда была в тему, потому что в принципе вся какая-то картина такая темная, грустная, скажем так, а на прогулках довольно часто бывает тяжело с черными вещами, допустим здесь шапка просто каким-то здоровым черным пятном кажется и на ней настолько сильно акцент на этого кота получается, который вообще не в тему. И блин, наверное, лучше вообще было бы шапку снять здесь и получилось бы поприкольней. Одежда вообще наверное одной из важнейших в таких вот фотографиях, ну если считать там свет и прочее. Посмотрите фотки Двояковского, насколько там круто подобрана одежда всех участников. И когда люди спрашивают как там киношно обработать, как получить крутой цвет на фотографии, то здесь надо учитывать, что без крутого подбора одежды он ничего хорошего уже не выйдет. На свадьбах у нас выбора нет, потому что гости нас не спрашивают, а молодожены плюс-минус в одном и том же. На фотосессиях залог успеха это одежда. Кто был на мастер-классе Бурбы знает, сколько времени у него уходит на подборку и поиск подходящей одежды именно это залог, очень большой залог того, как результат получится. Мне кажется, здесь бы без шапки было бы намного более в тему, но и личико чуть краснит бы, лицо бы чуть желтее сделать и взгляд, в принципе, для одной из фоток в серию взгляд хороший, но в портфолио я бы добавил, где взгляд будет на нас, чтобы глазки видно было. Но здесь все какие-то недостатки, если есть, перечеркиваются жизнерадостной девочкой, в принципе, и такое даже в портфолио можно смело выложить, потому что ощущение какого-то позитива в целом производится и мне кажется, будет больше положительно влиять. Есть ощущение, что немного много оранжевого, тут отчасти согласен, но отчасти может и задумка такая была. Мне больше не нравится, что есть какие-то пересветы, я бы сделал, наверное, поконтрастнее, потому что и вот на счетках у девочки все, менее контрастнее бы сделал. На счетках у девочки засветки идут и именно вот те, опять же, это уже придирки как фотографа, я думаю, не очень клево, когда детали из-за света пропадают и вот у парня тоже на лбу есть какие-то пятнышки, но мне кажется, если сделать чуть менее контрастнее, то было бы лучше. Но в любом случае эмоция девочки, ее жизнерадостность тут именно для клиентов перечеркивают какие-то мнимые именно недостатки фотографов. недостатки, которые заметят фотографы. Ну, здесь, да, по сравнению с темой, особенно, когда у нас такая огненная девочка, вообще, если вы фотографируете девчонок, которые именно крашеные рыжие, то есть не от природы там рыжие, там цвет не сильно ярко-рыжий, а именно накрашенные ярко-рыжие, то это очень важно, чтобы на фотках этот яркий огненный цвет сохранялся, а лучше усиливался. Потому что девочка, которая красится в яркий цвет, вряд ли она в ярко-рыжий огненный цвет, вряд ли она любительница приглушенных тонов, и ей вообще это реально важно, потому что, скорее всего, если бы она могла накраситься еще более огненной, она бы накрасилась в еще более огненной. и я думаю на фотках с такими невестами очень важно вот этот цвет огонь волос сохранять. Ну и по позе тут как бы один из кадров с фотосессии, да, почему нет, то есть если вы на этом момент сборов, там он только одел оплатежка и один из, который просто для общей темы, то да, а для портфолио точно нет. Вот это клево для портфолио. Тут бы, мне кажется, немножко баланс белого, чуть холодней, но при этом можно было поднять насыщенность, тогда бы кожа была бы менее желтой, а насыщенностью мы бы подняли яркость губ и волос. И контраст бы я тоже прибрал бы, если это либо контраст, либо клирити немножечко прибрать, было бы помягче лицо. Но опять же, момент классный в плане эмоций и есть еще никого-то счастья на этой свадьбе, а это очень важно, когда в портфолио просматривают. Но здесь, да, опять же, ключевая проблема в одежде, которая не под... она, во-первых, простая, опять же, у начинающих ребят особо часто и выбора-то нет, потому что, когда людям начинаешь говорить, что нужно заморочиться по одежде, и они сразу идут к тому фотографу, который говорит, что не нужно заморачиваться по одежде, что там все легко будет. если была бы какая-то более подходящая и к кадру, и, что важно, друг для друга одежда, то было бы клево. У нас сейчас получается фотография девочки, которая вот выделяется, а по... у нас сейчас получается весь акцент больше как бы на девочку идет, а парень как-то... ну и вот капюшон у него, то есть вот этот в целом небрежность, что капюшон как попало лежит, цвет его одежды, цвет ее одежды, плюс лица краснят, и все вот это вот в кучу. Здесь, как вариант, можно было попробовать в ЧБ это все сделать. А так... Ну, если придраться, опять же, кот... Если бы, опять же, кот был бы в тему, если бы они сейчас тут дурачились, веселились, и был бы взрыв каких-то диких эмоций, какие-то кривляния, то кот был бы в тему. А если у них какая-то романтика, то тут как бы, ну, на любителя, наверное. Но лица краснят 100%, то есть, что бы первое сделать, это красноту лиц, красный чуть-чуть, в сторону желтого, сместить. И, может быть, насыщенность синего прибрать, чтобы снег был более ближе к белому. Опять же, не всегда это в тему. Иногда бывает, что убираешь насыщенностью снега, и фотография эта нереально бледная появляется. То есть, снег вроде белый, но фотография все равно стрёмная какая-то. А добавляешь синий обратно в снег, и все вроде как хорошо смотрится тут по ситуации. В принципе, для венчания фотография хорошая, потому что, судя по всему, место было довольно тёмное, и, в принципе, неплохо всё вышло. Я бы, наверное, чуть контраст бы убрал, и точку теней бы, чуть приподнял бы, бегунок теней, чтобы чуть помягче всё это выглядело. Может быть, можно ещё было взять за кривую, прям за самую середину, и немножечко её так чуть-чуть вверх потянуть. Фотография в целом бы помягче была бы. Но момент на лицах тут может кому-то нравится, кому-то не нравится, но в большинстве случаев редко люди ржут на ветчайне, да, то есть у всех либо осознанно, либо наиграно, но лица такие очень серьёзные, важность события и прочее, поэтому я думаю, для этой атмосферы лицо подходящее, и то, что вот у Фаты белое осталось белым, несмотря на всё, что вся атмосфера вокруг тёплая, то это очень круто. Я бы чуть-чуть бы хотел, чтобы личико было поярче и контраст поменьше, особенно где сама шапка, она очень такая тёмная, скажем, уже грязной начинает казаться, и вот где волосы, да, уже под неё заходят, там тоже слишком темно. Чуть-чуть бы контраст прибрать. Прикольно, что всё, вроде как всё белое-светлое, но при этом вот на лице детали хорошо видны, и текстура кожи видна, то есть никак не то, что хорошо, но она никуда не пропала. Здесь бы спасти, вот допустим, где руки ближе, рука, где ближе к футболке, и вот на нижней руке, там где вот кисть, и нога пошла у нас уже как-то засвечена, и немножко дешевит это. Если бы у нас по всему телу всё бы тело было с текстурой кожи как на лице, было бы намного круче, ну а так в остальном неплохо, и кадр, и в принципе поза нормальная, и опять же тут, не знаю, кто-то скажет, что рука не поймёт, куда вылезла, кто-то скажет, ну, лично я не могу сказать, что мне там что-то в позе не нравится. Хотя сейчас вот про руку сказал, ощущение, что это теперь другая какая-то рука. Ну и красные акценты тоже как бы отчасти в тему здесь. Больше всего мне здесь лицо нравится, как вышло. Вот эта фотография по цветам прям очень сильно понравилась. Если этот цвет получился не случайно, а прям можешь повторять его стабильно похожие цвета, то это просто охрененно. И синий, и цвет кожи прям обалденно. Ну и сама фотография прикольно сделана. Для... как одна из серий очень круто выглядит всё. в принципе кайфовая. И сначала хотелось сказать, что немножко мрачновато, и что вроде как хотелось бы чуть посветлее, чтобы там провалов под глазами не было, и чтобы одежда была более различимая. Но с другой стороны, именно для этой погоды, именно для такой атмосферы, наверное, и в тему, и эти все синяки, ну как не синяки, а более так тени под глазами, они отчасти, мне кажется, тоже в тему и именно какой-то трагизм создают. И здесь особо ничего плохого сказать, и как-то, скажем так, просто для студии скучно то, что нет никакого светового рисунка, то есть лицо очень равномерно и как-то там неочевидно освещено, и опять же, если это студия, я так понимаю, здесь где-то должно быть окно обязательно, и если бы это как-то всё ближе сделать, либо каким-то дополнительным светом, чтобы освещение было пообъемнее, и то было бы намного лучше. Мне кажется, надо, ну, немножечко, вот правильно пишут, чуть поярче сделать фотографию, потому что я думаю, лицо тогда будет почище, как-то кожа почище, ну, и ощущение, что кожа немножечко в сторону красного, то есть она не красная, она немножечко как-то краснита, должна немножечко как бы поджелтить слегка совсем. И вот зелень на заднем плане грязновато выглядит, если экспозицию приподнять, ну, и горизонт, да, выправить, то будет получше. Но опять же, если это сборы в студии неспешны, тут по-любому надо что-то со светом интересное объем получать с помощью света, иначе как-то уж слишком просто для студийной съемки. Ну, здесь красиво, прикольно, на длинной выдержке, но как бы людей нет, я не знаю, что сказать. Симпатичная фотография, по-моему, тот случай, когда вроде как горизонт и завалено, вроде как и не завалено, и хрен пойми, как правильно. Хотя фонтан, вроде четко, вертикально бьет. Вот эта фотка крутая, конечно. Можно какой-нибудь фильм ужасов или что-нибудь подобное начинать, ну, как-то очень мощно. Ощущение, что это дети бесятся на аттракционе, абсолютно не создается, а вот ощущение какого-то жуткого экшена очень классно передано. какой-нибудь обложка рок-концерта какого-нибудь афиши или еще чего-нибудь такое, нашествие, либо реально какой-нибудь фильм ужасов, было бы вообще круто. Ну, да, момент хороший, прикольный момент, но опять же, репортажка для таких условий, я думаю, наверное, неплохо и, в принципе, хорошо все сделано. Но здесь, опять же, проблема, что очень просто. Они вроде как бы даже круто, что оделись по подходящей друг к другу, но, блин, не знаю, как-то не под эту студию, как-то странно, когда взади такой типа классический камин идет и вот такая классика на стенах, а тут джинсы с кофтами. Ну и опять же, ребят, слишком близко вплотную к стенке, то есть, выглядит плоско, но объектив тут еще, конечно, да, то есть, тут что-то грандиозного не получишь с такими, как получишь, но тяжело что-то стоящее сделать с таким объективом. скучный свет, то есть, очень, как бы, опять же, он не ярко выражен, не отделяет, ни объем не создает, и если бы хотя бы, ребят, подальше сделать от стены, то, ну, уже хотя бы как-то по объему немножечко получилось бы, но мне кажется, именно цвет и заваленный горизонт, ну, блин, думаю, для клиентов это минимум мелочи самые, а вот то, что вот этот камин абсолютно не подходит к этой одежде, и как-то вся атмосфера, ну, и слишком плоско, ощущение, что как будто как на телефон снято, то есть, слишком все в резкости, и не то место, не та атмосфера, где вот эта резкость нужна, если бы там было все очень круто, очень классно, то да, можно было показать бы. Ну, здесь согласен с тем, что чересчур переобработанная кожа, опять же, если девочке, я думаю, может, вполне на ее восторге, даже осталась от такой кожи, девчонкам многим нравится, я бы не стал бы так сильно делать. Большая проблема, большая проблема людей, которые сильно ретушируют кожу, что с каждым месяцем, с каждым годом, годом к вам больше будут идти прыщавые люди, чем сильнее вы ретушируете, тем больше прыщавых людей, потому что, если девочка с плохой кожей посмотрит фотографии того, кто делает минимальную ретушь, она к нему не пойдет, потому что смысл к ней идти, к нему идти, если она видит, что вот там какие-то дефектики есть, а ее большие дефекты, значит, будут еще больше, а потом она открывает пашины фотографии, видит, как тут сделана кожа, и говорит, вот этот парень исправит мои прыщики, и пойдет к нему, а потом ее подружки посмотрят, как, зная, какая у нее на самом деле кожа, какая она получилась, и все самые прыщавые, даже если другие моменты в фотографиях не понравилось, они все равно будут обращаться к тебе, это уже проверено, чем сильнее ретушируешь кожу, тем больше людей с плохой кожей к тебе идет, но здесь, да, туда же, в целом, есть какая-то дата, что все слишком темная, слишком светлая, какие-то светотеневые, даже что-то интересное получается, но, но мне не нравится, что кожа, прямо вот, скажем так, перебор с этим, то есть, как бы, чуть-чуть бы по детали кожи, чтобы они были видны, то есть, текстура какая-то, еле-еле как-то, все портит кожу, на мой взгляд, все остальное, в принципе, нормально, вот, что мне здесь нравится, когда как получилось, это вот красное растение, этот цвет очень дорогой, у травы получился, в принципе, зеленый в правом верхнем углу, тоже классно смотрится, круто, что куртка черная, без примесей, одежда, вот сама модель, и кустик красный, получился неплохо по цвету, только перешарп какой-то, а вот все, что у нас в самой левой части, вот эта зелень, с непонятными фиолетовыми, вверху полосками, которые, не пойми, как размылись, и, если это фотосессия, такая, ну, продуманная, прогулочная, то, я думаю, тут надо было подождать, чтобы человечек заднего плана ушел, все-таки, чтобы он как-то не портил все это, но цвет красного растения очень крутой получился, да, слева вот ядовито, сильно ядовито все это вышло, в левой части, где-то фиолетовой части, ну, и вот тот момент, когда вторая рука реально нужна, потому что как-то странно тело выглядит, и если бы она была то ли посильнее повернута, чтобы второе плечико было видно, и голову тоже, она как-то как будто, ей не нравится, как будто растения чуть попахивают, то есть все-таки, я бы, наверное, мне кажется, голову в сторону растения сложил бы, как-то более гармонично было, то есть наклонил бы в сторону растения красного. Тот странный момент, когда не знаешь, к чему придраться, и не можешь объяснить, что именно не понравилось, вроде и поза живая, какая-то, ну, как бы, не вымученная, и лицо хорошо освещено, никаких косяков нету, и, в принципе, да, там и контровая подсветка с мягким лицом, и все вроде как классно, в целом, почему-то чего-то не хватает, что-то не нравится, не могу сказать, что именно, хотя цвет лица, в принципе, хороший вышел. Наверное, первое, докопаться, это фон, то есть какая-то вот трава, и цвет деревьев, который больше, как бы, желтит, чем зеленит, и вот трава вокруг, и, короче, вообще сложно, не знаю, ничего полезного сказать не могу, вроде придраться не к чему, но в целом, какое-то ощущение, вот, что-то как-то, не так. Может быть, да, есть момент, что цветы на себя больше, как будто цветы и лицо из разных фотографий, то есть у нас есть лицо из такой, мягкой, приглушенной, романтичной какой-то темы, ближе, такие, к пленочным, мягким цветам, а букет такой весь сочный, и платьишко все сочное, то есть если у нас все сочное, то у нас личико должно быть сочное, и волосы такие более, скажем так, ну вот, так как букет четче, чем лицо, то есть, либо делать все мягким и менее насыщенным, как лицо с волосами, либо все делать более таким, контрастным и насыщенным, как букетик, более четким. я думаю в этом проблема но с одной стороны 1 начале сразу обращал внимание что невеста вроде как выглядит как мне показалось счастливой и довольны и велика все жизнерадостная но здесь сильно конечно пиджак жениха который забыл его видимо погладить очень как-то все скомкана и вообще эта проблема синие пиджаки и вообще редко хорошо получается имел такие синие не приглушенные там синий а вот именно и такого цвета плюс как правило если пиджак недорогой он очень плохо сидит но и здесь еще проблема то что платье я прям стала очень сильно синить я бы весь баланс белого сделал бы в сторону хал теплого у нас бы и лицо бы стало потеплее по более такого выразительного цвета и менее синее платье а потом бы синего просто убрал бы из платья здесь кайфово мне все нравится отчасти наверное чуть бы левее сместить чтобы вот мельница получше вошла чтобы она не казалась такой обрезанная в остальном в принципе довольно кайфово все не если это часть серии где не туда смотрят где они целуются где не на нас смотрят и потом сменить еще крупность то вообще кайфово ну кусты дал кусты справа как-то вроде как они уравновешивают если бы справа было бы все белое продолжение снега то фотография была бы вообще неровная у нас бы левый край пипец как перевешивал и этого дискомфорт вызывало с другой стороны они как-то грязновато выглядят если бы здесь была какая-то такая же деревянная справа постройка было бы классно есть что-то кайфовое в цвете здесь и и нравится и не нравится одновременно наверное в платье поярче сделать и вот цвет самого змея он как-то чересчур выбивается было бы круто если у нас трава где раз нас уж пошла такая сочная тема с небом и с водой и с этим змеем мне кажется трава надо было бы тоже в подымать здесь можно было бы отдельным слоем и вырезать и насыщенность прям задирает задирать чтоб она такая же яркая была но мне так кажется а сейчас есть немножко как будто забыли обработать то есть обрабатывали все классно в принципе да вот даже кожа здесь как бы лицо хоть и мало видно но и когда она насыщенная все хорошо и как будто забыли просто траву обработать и она такая как сравки осталось серенькая простенькая недоделанная либо все делать мягче да то есть но тут это это подошло бы с одной стороны змеи это что-то радостное жизнерадостные веселые цветастые с другой стороны с таким небом небом и черно-белая фотография бы круто выглядела и этот змей бы уже такой более эпичный был бы либо приглушенная фотография тут дело вкуса мне больше всего здесь нравится фон и такой фон кого как бы не поместить всегда будет что-то интересно получаться если это в тему мне нравится то что у нас немножко грязновато все выглядит то есть много черного такого грязно-черного скажем так я бы убрал бы контраст бы клирите убрал бы его точечку черного именно бегунок черного чуть бы поярче сделал ну и как-то видно что она не кайфует что ли то есть как будто вот это все выдумано и она вообще там не хотела фото цели как но как-то не по-настоящему нет ощущения что живой момент живая эмоция и рука выглядит то что она здесь одна мне точно кажется что тот случай когда это не в тему это странно но самый главный косяк это именно на мой взгляд то что надо контраст прибрать и потому что вот рука выглядит как будто она только что в земле где-то копала а потом вот стал цветы нюхать если убрать контраст и клирите и черное чуть приподнять что чище или и рука и личико чище станут но здесь все просто и вроде как бы почти нормально освещенная я бы ребенка чуть более мягким бы светом фотографировал но слабенький цвет не могу сажать цвет кожи он плохой что весь кита косяки что может сказать вот здесь сюда косяк там как бывает что краснит или еще он и не краснит и не желтит он нормальный но он какой-то невыразительный то есть и не сказать что это специально сделано какие-то приглушенные тона там ближе к чб и наверное детской съемки это не так он не так нужно и не сказать что это как-то слишком сочно но опять же надо учитывать что все место такое у нас темная и как бы сложно было насыщенный цвет получить блин ну я думаю с таким набором до 600 плюс хороший такой объектив может что поинтереснее по заморачиваться сделать но и косяков особых нет ну да да охренительно и несмотря на то что есть немножко фиолетовые в платье но опять же это чисто наши заморочки а я думаю невеста будет довольна может быть бы даду даже темнота наверно в тему но я бы наверное сейчас чуть-чуть бы приподнял точку темная чтобы от верхней правый угол не такой был бы но в любом случае прям я думаю девочка восторге и в обязательстве я надеюсь что и такая фотография где она смотрит на нас и чуть более крупно где уже более портретно все это сделано тогда прям вообще классно но чисто когда копаться только можно до платья я думаю тоже есть ощущение что как-то не знаю почему мне так оказалось одежда что ли немножко не в тему или сложно сказать и вот такой если бы девочка была огненно-оранжевая рыжие волосы то насыщенность растений было бы в тему и все бы это было так огненно а тут как-то девочка выглядит бледнее заднего фона и у меня сначала все бросается на зрение на цветы на эти яркие потом на вот этот пальто синяя и потом на лицо которое как-то вообще в печаль все вводит лицо немножечко краснит но здесь да то есть можно было бы в принципе лицо чуть-чуть желтее сделать но мне кажется не самая большая проблема и чуть-чуть бы поярче всю бы фотку бы сделать и контраст бы опять же чуть поменьше то чтобы с ним блузка она просто да вот то что под под пальто или как называется просто кусок темноты сплошная чернота непонятно что и как там если фотку все сделать получше и лицо бы лучше выглядела и насыщенность бы меньше получилось у всей фотографии и одежда бы получше было бы вроде как и косяков нет но опять же не за есть мне какое-то ощущение куда жизнерадостности что то есть как там так настолько по-настоящему улыбиться как будто вы просто сидели не фотались разговаривали своих делах от ты фотик достал по эмоции не нравится не нравится что опять вот как на прошлой фотографии черная часть одежды просто проваленная то есть в штаны просто кусок темноты особенно там где рука находится и они плавно где-то перетекают в ботинок и тяжело из-за этого вообще по-хорошему ребят когда фотосессия в которой вы управляете одеждой вообще полностью все проговаривать какую одежду чтобы они выкладывали на диван фото или наряды это самый лучший вариант а еще лучше чтобы на себе это все фотографировалась очень тяжело особенно в начале фотографировать когда есть что-то темное то есть в любом случае здесь как не снимай либо руками потом дорабатывать вот эти темные штаны не то в большинстве случаев проблемы были бы я все что-то другое бы отдел ну и сама по себе локация то есть просто какое-то место взяли решили сесть там с другой стороны классно что в лицах ровно освещенное то есть и получили как бы такой контровой боковой свет при этом тени на лице хорошо получились если взять это как кадр из старого-старого какого-нибудь фильма то в принципе неплохо но да вот что бросается в голову что в таком месте нужно было бы сто процентов подсвечивать и контровую бы подсветку чтоб ребят от фона отделить и спереди лица что-то сделать то есть прошло но я думаю если фотик не очень очень крутой то тут как бы особо то и фотиком яркость не сделаешь а вот если бы подсветить ребят высветлить что они бывают в этой же фотографии с таким же фоном намного лучше бы смотрелись ну а так но все упирается до в подсветку плюс вот где у нее подмышкой там складка тоже немножечко не в тему она здесь как бы все вряд ли успеешь проконтролировать в целом цвет неплохой я наверно чуть насыщеннее бы сделал нас бы тогда бы как бы вот та часть где кожу видно бы больше заиграла девочка тоже нормально парень как-то к ней а есть ощущение что тут все упирается в то что он боится на платье наступить очень часто проблемные позы глине проблема неестественные позы получаются когда парень стоит дальше чем обычно потому что ему платье мешает и пытается обнять ее ощущение от какого-то такого что он неестественно наклонился к ней что ли здесь по хорошему контролирую чтобы они подходили прям вплотную то есть там ноги под платье можно прижать платье было более естественно как-то ну а так и больше ничего то особо сказать не могу в принципе нормально думаю ребятам понравилось почему-то редкий случай когда как будто как горизонт завален хотя вроде как линия горизонта и и ровно идет но как-то мужчина по муж здесь стоит выше всех и как вы именно как будто он на них сейчас свалится не знаю почему такое ощущение и ребята все немножко искайся стоят но в принципе для семейной фотографии как часть опять же такое не надо выкладывать в портфолио потому что но для части для серии клёво для портфолио либо они должны все очень куда дикую эмоцию очень крутую выдачу прям ржут там еще что то что тогда оправдана почему они то нас от нас все отвернуты либо чтобы они как-то нов на нас посмотрели тогда в этого простая фотография где они все просто ровненько стоят и смотрят в кадр здесь наверное для для всего этого места эмоции не хватает как мне кажется но и цвет да опять же вот в чем проблема посмотрите чисто на мальчика насколько классно у него и синие джинсы и кроссовки и вот одежда его и он весь такой цветастый если бы все остальные были с минимальным черным цветом в одежде даже у мамы из-за того что тут у нее там куда одежда она черная с красными пятнами мы видим в основном красные пятна на какой-то черном равномерном пространстве если бы люди были более жизнерадостно одеты но не больше радостно с большим количеством цветов и эти цвета бы гармоничнее были бы то было бы круче посмотрите у двояковского насколько я помню него почти нет людей которые чтобы было много черного то есть всегда в одежде есть ходят цвет и она всегда сочетается со всем тогда классно но здесь да немножечко грустняшка такая есть отчасти если бы это было тебе можно было вообще бы сказать что то что провалы в тенях они в тему точно нас было бы белое с черным черное бы переходила в черное пространство и как бы это такие бело-черные пятна на черно-белые фотографии были бы классные в цвете не знаю как но момент что не пойми для какой ситуации это фотография то есть нас как-то она грустная и в портфолио точно такое выкладывать не нужно потому что но если вы не специализируетесь на грустных людях не знаю как сказать есть фотография которая и придраться не к чему но и куда-то и я бы не в серию не в портфолио бы не отдал потому что не пойми как она если это не не love не фото не история какой-то грустной ситуации то чересчур эмоции неподходящие по моим опять же есть фотографии которые грустные они оправдана грустные и хорошо выглядят но должно быть понятно причина какая-то печаль а здесь у нас либо атмосфера да там за под дождем она стоит такая печально еще и по телефону грустно разговаривает а тут вообще не ясно чё 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 с этой эмоции почему тут так происходит как часть в серии кайфово то есть а если это не портфолиная фотография там как не выложена в портфолио типа вот так вот я снимаю сборы вот такая вот фотография именно часть свадебной серии то классно потому что по-любому она тут видимо зацепилась чем-то и посмотрела назад я думаю на не один раз цеплялась за весь свадебный день как и все невесты и жених как-то здесь естественно там улыбается и момент что-то если вышла на к нему шла там спускались зацепилась пошла дальше то да ребята будут смотреть вспоминать если эта фотография именно постановочная типа чтобы она так отвернулась там какое-то смущение передать или еще что то то ну как-то наиграна все выглядит ну и место для постановочной фотографии не особо-то понятно то есть если они просто спускались сверху она обернулась и потом они пошли дальше то мне кажется да есть смысл оставлять согласен что до фотографии как-то но есть ощущение настоящего живого момента и придраться особо не к чему и девочек очень классно получилось очень круто что она вся такая светлая он весь такой темный именно даже не столько по одежде еще и по коже и она очень хорошо получилось освещенной здесь и в принципе момент классный живой если бы это была постановка я бы докопался что ни у того ни у того рук не видно и с двумя руками всегда поинтереснее это все выглядит но так классно все но опять же для репортажа с банкета по моему все хорошо и особо придраться не к чему теоретически можно докопаться что люди там красные но здесь они у нас для красоты для фона для атмосферы если учитывая какой на них там адский свет светит и учитывая что человек который за свет отвечает вряд ли там вряд ли вряд ли он заморачивался о проблемах фотографа то тут особо то ничего не сделаешь только если вы вспышки будете расставлять родители вышли классно вот сбоку молодожены вышли классно освещены хорошо и момент сам ну как как один из моментов как наливают горку шампанского по моему тут придраться не к чему кайфово все тоже круто дает тоже фотку заметил именно по теме по атмосфере когда у дочки с папой такие близкие хорошие отношения я думаю они прям на эту фотографию очень сильно запомнят цвет получился так себе да но опять же думаю там особого выбора не было здесь бы вам сильно помог бы в руке если был бы у вас какой-нибудь мягкий источник света там панелька светодиодная с матовым стеклом вы бы в руке держали бы и ребята не были бы такие желтые то есть задний фон был бы вот такой прям желтый-желтый а ребята были хорошего цвета и они бы очень сильно отделялись от заднего фона было бы лучше но это уже если там предокопаться а так момент стоящий такое стоп 100 процентов надо стараться снимать на свадьбах чистый цвет хороший раньше это вообще было по повальное желание у всех нечто подобное получать сейчас лично я стараюсь более сочные делать цвета но с другой стороны он здесь нормально получился нельзя сказать что нет такого что я бы сказал что-то в чё-то и там исправить и что важно что от волосы девочка очень черные волосы но при этом детали прорисовались то есть не такого что не на голове кусок черноты и непонятно что там из этого то есть в принципе неплохо может быть совсем чуть-чуть совсем слегка сделать чуть-чуть темней чтобы у нас лица были очень вот на щечках есть как будто чуть-чуть пересвечены они если совсем слегка чуть темнее сделать но при этом чтобы детали волосах остались наверное было бы лучше но не обязательно я бы сейчас наверное счет насыщенность бы поднял нравится момент что как-то все по-настоящему что ли нельзя сказать что поза там поставлена как-то круто и даже можно придраться что там вот рука кисть руки как-то загнулась через чур еще что-то но блин жених здесь и лица как-то мне кажется все спасают потому что тот редкий случай когда жених на свадьбе прям вот кайфует ему это реально нравится и я бы такое сто процентов выкладывал потому что пары смотрят пары видят у них создается ощущение как мне кажется я в этом абсолютно уверен именно легкости что осознанно неосознанно люди понимают что вот с кости как-то легко и позитивно и жених ненапряжный не вымученный это кайфово очень я бы такое выкладывал бы но и цвет довольно чистый то есть если это все повторяется вот как здесь цвет очень чистый как здесь и несмотря на то что у большинства людей сейчас идет тенденция как вот в европейских фотографов если моего посмотрите там прости все европейские фотографы они снимают очень насыщенно очень контрастно и сейчас наши начинают все это потихонечку перенимать но в любом случае будут люди которым нужен именно вот такой приглушенный цвет которым это нравится и если вы сам самим вам это нравится какой цвет в обязанного делать он у вас классно получается опять же по цвету сохраняется очень классно вся вот тенденция как было в прошлых фотографиях кожа хорошая все хорошее в тенях детали не пропадают это очень круто то есть но я уже так уверен что это все осознанно делается что нет темных черных пятен на фотографии как часто бывают в прошлых вариантах классный синий вышел по цвету вообще все кайфово мне не нравится здесь наверно сама поза сам момент ну и рельсы и за как сказать это блин все наверное я в том числе когда мы только начинали фотографировать почему-то было желание поехать туда где рельсы где поезда взять сумку какую-то вот эту тему сумки здесь единственно что цвет не совпадает с уровнем начинающего то есть вот это сама локация сама поза ощущение что человек недавно взял фотик и такой все стандартный вариант снял фотки ночного города на длинные выдержки и поехал генс на рельсах сумкой фотографироваться но при этом цвет и обработка как будто человек прям шикарно все снимают как-то нет ощущение что вот она ни при чем здесь сумка сумка здесь просто как . опоры нет ощущения что она там на дороге в пути либо что она там автостопом пытается путешествовать либо что она ждет что-то а просто шла шла увидела сумку решила как-то на ней непонятно спозировать короче по цвету все классно по позе мне очень не нравится мне нравится не настоящая все поза на цвет крутой и вот эту тему с таким цветом есть смысл в своих фирменным делать но в фитнес-центрах но сколько я сталкивался всегда жопу фотографировать там и цвет хрен пойми какой и свет и с местом неудобно здесь сложно что сказать непонятна цель фотографии то есть опять же в этом и проблема критики фотографии если как это вот одна из серии то отчасти да но опять же блин непонятно чего она рассказывает то есть если уж она шла 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 и для какой задачи то есть вряд ли человеку ее поставит там выложит вряд ли на аватарку поставит вряд ли он ей будет восхищена именно что там когда сверхсу крутой момент а с другой стороны и если это был такой переходящий кадр от момента к моменту то он должен был бы что-то как-то нагрузку нести что ли но в общем из ничего плохого особо тут сказать не могу что какие-то косяки что-то исправить но и вот как-то не пойми куда она и в серию сложно понять зачем и в портфолио точно нет потому что немножко не хватает с этого же момента если бы она бы на нас смотрела я думаю было бы намного лучше здесь мне прям кайфово то есть вот прям цвет я сейчас стараюсь такие делать и очень объемного и контраст при этом контраст практически без косяков вот единственно да если уже закапываться то вот есть небольшие провалы вот в том растении сзади но опять же насколько это кому важно кроме нас совсем уж замороченных сами ребята даже я немножечко невесту пассивы потемнее бы сделал как минимум бегунок за света который отвечает бы чуть сместил бы что плечик и невесты стало чуть чуть темнее было бы круто а так очень классно очень все по цвету круто единственно завал горизонта немножко к атмосфере не подходит если бы они тут прям чудо куражились веселились кидая рожи корчили еще что-то то завал горизонта был бы в тему а здесь они такие более как шкам посерьезнее особенно парень то здесь бы наверно надо было все выровнять но цвет охрененский и либо это если это совпадение по освещению то повезло если освещалась именно осознанно выбиралась место то вообще круто очень прям уровень хороший прикольно здесь но я в этом месте старался цвета поярче делать все эти штуки они могут получаться такие более насыщенные и и просто если вот это прям круто особенно сейчас современное время фотки именно будет больше к этому идут более таким насыщенным контрастом то здесь уже как будто за либо старые фотографии либо просто не получилось повторить тот цвет первое мне вот просто я здесь был эти да маму они на самом деле чуть по насыщеннее сами по себе их можно еще чуть насыщеннее сделать при этом бы тогда бы круто сочеталась будут красный кирпич с темными вот этими окнами стеклами с черными рамами и вот эти растения они этот зеленый который немножечко немножечко в сторону желтого было бы круто чтобы он был немножечко холоднее но и не повезло здесь конечно больше всего все подпортила погода то есть облака в дубе белое небо но сильно все испорчило если бы здесь было синее небо было прям офигительно но небольшой завал горизонта тут отчасти учитывая что здесь в домах есть такие линии и колонны и окна линиями то тут горизонт бросается в глаза ну прям кайфово и несмотря на то что да вот везде где игру что черный уходит в какие-то пространства темных пятен здесь во первых для чб это классно во вторых с другой стороны у нас видна текстура кофточки у нас видны линии волос то есть видно что мы там дреды или косички и для такого и как она накрашена как она выглядит какой взгляд это очень все в тему мне кажется очень классно и такую фотку реально можно в портфолио помещать она прям классно я тут не знаю ни на чего не докапывался просто взял бы их портфолио поместил это тоже круто то есть чб прямо хрененская можно мастер-классы по чб давать причем здесь даже блин да да чбшка прям офигенно сказали бы что сафин сделал я бы ни секунды не сомневался и цветы и и и чб и освещение взгляд позой кадрирования и даже одежда здесь все в тему и то что вот здесь про текстура кожи очень хорошо видно и это ну прям очень круто мне очень нравятся эти фотки но тут сложно сказать то есть настолько пофигизм на лице модели что и в целом вся фотография слабо по идее все круто да у нас есть классный свет который так классно сбоку пробивается освещает снежинки там частицы в нем видны и цветокор классный но вот это вот безразличие модели которые вообще просто очень что по боку она уже до кого-то очень не в теме мысленно где-то не с нами все убивает фотографии но и завал горизонт опять же можно было бы забить на завал горизонт если бы что-то было как то на модели повыразительнее что ли какое-то действует это движняка в целом технически фотка офигенная и цвет и освещение и все классно прикольно если осознанно размещение в модели вот в относительно заднего фона что она расположена прям в самой нише лишь получается мост к ней подходит так сверху вниз и потом снизу вверх там на заднем фоне подымается и что именно здесь модель расположена это прикольно но как-то первое наверно что сильно бросается в глаза это зрачки то есть их практически не видно ощущение что у нас один белок в глазах слишком она отвернута то есть она расположение лица она нормальная но практически на лба нормально то есть у нас нос не должен заходить за линию лица а он здесь прямо впритык уткнулся и по-хорошему надо чтобы она была нас чуть чуть сильнее повернута чтобы мы четко хорошо видели всю линию лица дальнюю тогда будет как-то более гармонично и чтобы взгляд был на нас иначе сейчас у нас глаза просто вот чересчур много белизны самого зрачка не видно а так принципе по позе и обе руки и все неплохо есть ощущение что партитура а потому что ну как-то резкость в волосах резкости нет пальто и правой в шубе в этой как-то немножко как мыльно что ли но опять же фотоаппарат хорошие а вот объектив туда может быть и без обработки сам объектив такую не особо резкую то картинку выдает но по расположению освещения тут все мне нравится я не въехал как так получилось а это отражение в зеркале но да здесь и не создавал горизонта все портит и прям ощущение что невеста у нас в одну сторону вот этот линия снега как-то в другую как будто все пополам разваливается вправо влево а вот свет прям классный единственная бы сделал бы чуть холоднее бы а у нас бы тогда вот этот мех наш дубленки на этой стал бы именно белым и можно было поднять насыщенность еще бы тогда было вообще круто но все равно цвет гармоничный и вот особенно одежда хорошо дубленка вообще по цвету классная получилось но в принципе да если это отражение в зеркале то есть какой-то интерес но все-таки я бы кадрирование в горизонт бы что-то сделал с ним потому что сейчас ощущение что фотография пополам как будто трескается и вправо-влево разваливается но поначалу мозг трескается вообще если бы не комментарии вообще не понял бы как это снято и откуда снег справа и верхнем левом углу еще нравится цвет и несмотря на то что парень в темной одежде все детальки все видно и волосах все видно и в принципе да кайфово все немножечко для такого брутального парня для такой брутальной фотографии а вот эти розовые жизнерадостные колесо обозрения как-то немножечко не в тему там должен быть заводы руины развалины либо мощные здания и тогда было вообще круто но сам парень цвет парня вообще круто сделанный текстуру как бы текстура всей одежды всего лица видна и резкость идеально и вообще тут классно цвет шикарный туда сам ракурс все это как это снято как эскадрировано круто единственное бы вот задним фоном очень сделал но здесь кайфово и цвет мне нравится то есть здесь чем цвет всего нравится и девочки и заднего фона и снег у нас белый в руках стаканчик белый при этом есть и теплые цвета подсветующие претензий никаких очень кайфово и эмоция какая-то тяжело такое способ создать искусственно прям клево но и модель красивая и резкость все классно можно докопаться отчасти до теней на на лице от волос но с другой стороны так как-то более не знаю живизны добавляют что ли не критичные не скажем так и в принципе больше позитива и в портфолио такое сто процентов бы выкладывал но здесь есть какое-то ощущение наигранного трагизма хотя в принципе да по идее это неплохо все сделано то есть у нас и заборчик так линии идет приводит нас к модели и сзади фон плюс-минус так тоже линии какие то есть и есть что-то немножко из-за того что линии эти видны на заднем фоне то завал горизонта бросается в глаза плюс рука еще когда обрезана она могла бы тогда правую ручку на левую положить на перила мне кажется было бы намного круче если бы нас этой позы на нас бы смотрела но единственно что а по эмоции по лицу ощущение куда драматизма а при этом цвет такой яркий срочный какой-то и за то есть может быть и в чб тогда сделать как-то так у меня есть четкое ощущение что задний фон цвет в целом не соответствует эмоции фотографии но вот это охрененно то есть тут и особо комментировать то ничего не надо тут все классно я бы наверное бы сделать его глаза на нас потому что как-то а если человек стоит посередине линии глаз на линии куда направлено лицо пространство должно быть больше чем за ней то есть при таком взгляде при таком расположении если если он стоит точно также на глаза смотрятся на смотрят на нас то все идеально если он стоит также и глаза как есть то пространство получается относительно его справа пространство возле его правой руки скажем так его должно быть больше чем пространство с его левой стороны потому что есть как-то непонятно чё к чему он нельзя продолжить здесь линия взгляда довольно быстро упрется в конец кадра поэтому понятно о чем я говорил а свет свет и качество фотографии от резкость детализация просто охренительная я бы только вот глазок на нас сделал и все вообще круто было бы с цветом сделано хорошо и опять же то есть ну как бы если нравится приглушенный цвет то прям классно не могу сказать что я я бы чё-то подделал бы единственно что это либо у парня реально такие пальцы огромные либо это как будто на ширик вытянул хотя бы ничего другого он не вытянул охранять какие пальцы но у девочки можно докопаться до глаз их вообще не видно да то есть именно зрачка один белок и как-то мальчик смотрит очень брутально девочка кого-то начинает как-то улыбаться что ли но немножко поздно не знаю то есть им бы как то друг на друга или или в одну сторону или еще что-то подобное но цвет мне нравится освещение классная то есть к свету цвета вообще придраться не к чему по моему клёво получилось довольно интересно то есть фотографии с отражениями всегда нужно делать я с собой в принципе сейчас зеркало ношу довольно крупненькая сантиметров 10 по радиусу наверно по диаметру и именно сюда пользуется всякими висюльками всякими хрусталиками что все это переотражалось то всегда интереснее серию делает интереснее здесь единственно как-то вот не эмоция на невесте даже жених более такой счастливый здесь и более настоящий чем невеста она как-то как будто испуганно замерла кого-то и придавили к зеркалу но в целом сама идея очень классный такой в газ надо делать странно тут ну как это то ли это как будто в фотошопе аскадрировали забыли белый фон то ли вообще непонятно но если вот это все белое по бокам не брать я бы хотел до фотку чуть потемнее бы потому что ребята сейчас какие-то пересвечены выцвившие и рука как-то блин тяжело здесь ощущение что у нее рука вот где пиджак вокруг руки просто когда темное пространство и рука как будто в воздухе висит но зато контровая подсветка если бы все это потемнее сделать что мне кажется было бы лучше цвет шикарный вообще то есть настолько все по-настоящему настолько все своего цвета прям вообще идеально отчасти может быть прям совсем чуть 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 темней но это наверное не знаю не надо блин цвет качество фотки просто идеально очень классно даже тут ничего сказать не могу просто кайфово бери да на стену вешай в принципе по цвету неплохо но мне кажется здесь нужно чуть светлее и еще вот одежда парня она синица то есть и видно что она не синяя она синитый как бы это есть смысл прибрать в принципе все хорошо я бы единственно сделал быть чуть-чуть бы поярче и мне кажется вы лицо было почище получше в целом бы все смотрелось но в принципе мне нравится и как бы портрет невесты и рядышком у нас парень который тут больше для красоты для атмосферы но не невеста и девочки портрет в принципе есть да то есть сама обработка очень классно подходит под ее пиджак то есть поток чего она одета приглушенные цвета и из ощущения что она что-то говорила и в этот момент ее сфотографировали то есть как-то на лице не непонятно как-то рот открыт как ты на кого-то именно в момент разговора это все было сделано но именно пиджак цвет и окружающая среда очень крутая одежда вообще в целом цвет кожи очень круто подходит именно обработка в тему чего-нибудь бы освещение в принципе нормально и чудо как-то с эмоции с лицом бы сделать и было очень круто мне кажется но первое до что бросается это странное выражение лица причем хотят цвет особенно вот задний фон и цвет неба и цвет деревьев особенно деревья в правой части очень классно получились цвета такие сочные яркие единство что я бы девочку вы сделал чуть поярче в целом бы тогда бы лицо было менее насыщенное и почище бы казалось но вот что происходит с ее глазами то есть один глаз больше другого и один глаз светлее другого тот который меньше тот светлее это как-то все странно выглядит и вообще сначала показалось что как будто то ли синяк то ли не пойми что под другим глазом ну и вот эмоция как-то непонятно куда сюда то есть все бы то же самое но немножко другое выражение лица было намного лучше но и там я так понимаю на глаз еще тень от ветки падает и как бы это не сильно хорошо в этом случае но пчелу только сейчас заметил тоже как-то то есть если у нас висящаяся одежда с кем-то даме котиками такими вот рисунками то и мне кажется и фотка должна быть такая веселящаяся если у вас какой-то такой позирование то и фотография одежда должна быть более подходящей здесь вот как-то с дальней рукой все для меня лично упирается в дальнюю руку вот и только что ее отрезали она схватилась и прижала чтоб кровь не текла вот какие-то такие мне ассоциации почему-то не хватает вот именно тот случай когда реально и не хватает и что там просто четко обрубленное плечо и ничего больше а по цвету в принципе да вот как-то кино что как старые фильмы такие с таким цветом и шум в принципе в тему но как-то сама поза не очень все это нравится повернуть бы чуть сильнее чтобы обе ручки оба плечика хорошо было видно было бы лучше я думаю весь кайфа девочка вывезла свои эмоции то есть цвет немножечко бледный и кожа слегка слегка надо бы ее и из зеленого чуть-чуть в сторону пурпурного сдвинуть в принципе весь баланс белого фотка была бы лучше но просто девчонка жизнерадостная как-то эмоции спасают ну то есть они до своего какого-то освещения она не и не плохое и не выдающийся то есть просто скучно если бы не эмоция девочки то было бы скажем так ну грустно простенькая фотография но по идее все правильно то есть место там выбрано вдаль уходит аллейка повторяющиеся столбы есть которые размыть это там интересно выходит это все не очень хорошо относительно света это расположено потому что нужно было бы чуть-чуть ее поворачивать и чтобы ее ее правая рука правая нога немножко ближе к нам были а левые рука левая нога чуть дальше полуоборот чтобы солнца либо на солнце освещает лицо на в общем половину либо она на него не светит здесь у нас на щеке как-то вот этим куском непонятным она светится то есть по хорошему было бы чуть и повернуть посильнее спиной к солнцу тогда бы создалась хорошая контровая подсветка экспозиции бы чуть вверх подняли бы чтобы но здесь бы можно же не экспозиция просто кисточка личика протереть чтобы она светлее было но и девочка такая как-то она грустная злая сидит непонятная эмоция тоже ни туда ни сюда то есть как будто она не хочет фотографироваться и одежда если она была как-то там одета брутально либо наоборот очень так круто в плане там какой-то шикарное платье что он такая вся и высокомерная либо наоборот там какой-нибудь байкерский наряд тогда такая такое лицо было бы в тему наверно ну да часть уже девочка темнее чем фон не очень то все сочетается уж слишком она темная на этом фоне ощущение что недоделанная фотография и его без надо высветлять либо в iphone бы по чуть потемнее сделать тогда он еще более выразительный будет ее посветлей здесь классный цвет то есть цвет особенно как получилось кожа как получился шарф и вот куртка вообще кайфово да и задний фон классно несмотря на то что это это в теплых тонах но при этом унесли при этом не сливается и довольно прикольно получилось единственно чего могу докопаться опять же зрачка особо не видно то есть много белка лицо сильно от нас отвернуто и глаза немножечко дату сильно было прямо в сторону прям перед собой смотреть или как-то то есть белок слишком много его но все равно в целом все классно цвет шикарный здесь кайфово и эмоции ребенок вообще классно я думаю мама с довольны и нормально что особо маму не видно то есть нас детских семейных таких фотографиях мы вебя сделаем фотографии где обоих хорошо видно и вебя сделаем много фотографий где мама там или папа не просто для красоты для истории рядышком а именно упор на эмоцию ребенка наличие к ребенка здесь цвет цвет эмоции все в тему все классно мне очень нравится и качество в принципе техническая четкостью резкость все хорошо особенно рива шапка ребенка круто вышло здесь заморочено кайфово я бы наверно контровую какую-то подсветку бы сделал чтоб немножко отделить опять же смотря какая задача если это все клево тут сложно сказать сложно судить про цвет но мне кажется цвет вот прям такой какой он должен быть не знаю как было на самом деле но по моему классная бы наверно только контровую подсветку бы сделал хотел бы здесь и все и больше ничего не стал бы менять по моему классно очень сочно так вышло но здесь странная фотография как фотоотчет соревнований да то есть он такой-то тяжелый вес подымает но куда-то в портфолио еще куда-то потому что и цвет и свет и и если плана тут еще когда в резкости все было бы а тут есть что немножко и подразмытое непонятно но и такая фотография должна идти сразу либо перед либо после фотографии на которой четко видно и понятно чего он там подымает или чего он там делают ну а так участка как единичный случай немножко не резко немножко краснит лицо опять же это в тему он видимо что он подымает но должно быть ясно чем подымают цвет шикарный еще очень нравится и прям выражение лиц какой-то за напряженная или кого-то но чуть не в тему мне кажется как-то они не это но сама обработка очень кайфовый цвет цвет особенно и кожа вышла классно и очень клево до кофточку на безрукавка вышла и если что рубашка да немножечко синит но здесь этом это не критично что-то не хватает по эмоциям я бы с этой фотографии очень спорно выкладывать в портфолио или нет потому что цвет хороший но клиент у нас молодожены не цвет оценивают а здесь как-то ощущение какой-то не знаю растерянности что ли как-то так но почему в общем если не вдаваться в эмоции то приятное впечатление от фотографии тоже до 100 процентов не в портфолио потому что парень как-то что-то с ним странно еще него вот здесь тот случай когда руки нет вообще и именно ощущение что и нет в принципе у человека как-то поза парня она прям тяжелая и непонятно как будто он там пьяный что ли идет еле шевелится а ну как у тетенька классно получилось то есть эмоции все он такая жизнерадостная идет цвет зелени не очень нравится здесь бы я бы хотел конечно его будет немножко похолоднее наверное сделать божега до селени из когда зелень нас чуть желтит это всегда как-то дешево выглядит ну да вас круто написали ощущение что мама мама с сыном как-то идет как будто мама сыночка ведет короче парень здесь все портит первое я бы все здесь дело светлее тогда бы у нас и глазки бы лучше видно было и кожа была более приятного цвета здесь прям просто поднять экспозицию было бы неплохо но улыбка тут за на любителя в принципе нормально ракурс да то есть но и до промах по фокусу я думаю сто процентов то есть фокус на челке они на глазах но первое единство чтобы реально вот поправить сделать посветлее сто процентов будет лучше фотография но вот здесь туда же в принципе все неплохо надеется что как-то эта тема следует за мной как-то здесь не очень она получилась потому что отчета здесь них не хватает как бы но и по-хорошему чтобы он на нас бы посмотрел тогда как-то на невесту бы либо в кадр короче как-то спорно ну да реклама пуговицы то есть это была бы крутая фотография если бы здесь какой-нибудь бренд пиджака был написанным все-таки по так стильный какой-то момент опять же в серию молодожен то есть и в портфолио тот момент когда вот в кадр ради фотографа не ради молодожен то есть сто процентов вот если бы на свадьбе была такая фотография я бы никуда бы не печатал бы не фотокнигу никуда бы а когда бы смотрел на просмотре на компе я просто пролистывал да то есть как для для клиентов она вообще ничего не несет я уверен в этом не как бы если может быть хлеба кольца как-то здесь видно было то и что то еще бы как-то можно было это спасти но здесь неплохой цвет такая стандартная свадебная фотка плюс хорошее сочетание красных единственного вот красная бабочка она выбивается отдельно с ней бы поработать чтобы ее сделать такой же красной как розы немножко ярче и насыщеннее чем все остальное но и резкость немножко до 50 миллиметров 18 в принципе но опять же думаю фотошопе здесь можно было по резкость вытянуть получше и было бы в принципе неплохо уже 70d хороший фотоаппарат 50 18 когда он попадает он классный но в любом случае я думаю можно было прескость посильнее здесь вытянуть на так довольно приятный хороший цвет шубка белая рубашка белая кожа очень хорошие сюда вот на руки мне больше всего нравится есть ощущение что может быть фокус немножко не на лицах потому что лица чуть под размытие вот на руках довольно клёво все вышло